Корова Милка в семье Лизинах кормилица. Живет с ними с 2018 года. Она появилась в частном хозяйстве благодаря программе социального контракта, который селянам Малаевки Чердоклинского района предложили оформить в районном отделении соцзащиты. Сумма поддержки составила 75 тысяч рублей. На эти деньги семья приобрела буренку и троих поросят. Прибыль, конечно, небольшая, но тем не менее, в доме всегда есть свое молоко, сметана, творог. Избытки молочной продукции пускает на корма других животных в хозяйстве. Я считаю, что очень хорошая поддержка. И я сама стараюсь людям, которые... Молодым семьям, особенно семьям с детьми, я тоже стараюсь доносить. И в своих группах наших деревенских выкладываю информацию, листовки и все такое прочее. Каждым годом хозяйство Лизинах понемногу увеличивается. Сейчас семья выращивает кроликов, уток, кур. Ведут подсобные хозяйства, закупают корма, запасают сено на зиму. Программа помогла людям из малоимущих выбиться в уверенных середнячков. Как поясняет заведующая отделением соцзащиты по Чердоклинскому району Наталья Шайдулина, процедура оформления документов несложная. Достаточно собрать стандартный пакет и обратиться в районное отделение социальной защиты населения. Информацию о программе всегда размещают в открытом доступе. Работаем непосредственно напрямую с главами сельских поселений. Раздаем им вот эти все листовки, раздаточный материал. Они его размещают в местах, где больше скапливается граждан. Это на ФАПах, в магазинах, на почте, в отделениях Сбербанка. Где у нас население большое скопление людей. Напомню, социальным контрактом называется соглашение, которое заключается между гражданином и органом соцзащиты. Воспользоваться программой могут малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане. В этом году сумма единовременной денежной помощи увеличена до 250 тысяч рублей. Заключить соцконтракт можно на поиск работы, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности.